Всероссийский день донора прошел, однако это не значит, что сдавать кровь больше не нужно. В ней, как отмечают специалисты, сохраняется большая потребность. Молодые активисты округа решили сделать благое дело и пришли на Люберецкую станцию переливания крови. Кстати, некоторые из них стали донорами впервые. Стать донором можно с 18 лет и до неограниченного возраста. Все зависит от состояния здоровья. Ашот Маргарян, например, учится в университете и только сейчас решил впервые сдать кровь тем, кому она необходима. Однако одного желания мало. Сначала каждый потенциальный донор сдает кровь из пальца для определения группы. А также проходит осмотр у врача, где выясняют, нет ли противопоказаний для кровоотдачи. Противопоказаний очень много. На первом плане это идут у нас аномии, низкий гемоглобин. Конечно, это связано с неправильным питанием. Поэтому очень большой процент отводов связанных с аномиями. Ну и ряд других заболеваний. Очень много заболеваний. Но если никаких противопоказаний все-таки нет. Донор, выпивая чай, может смело идти в процедурный кабинет. В среднем у человека забирают 450 мл крови плюс 20 мл на обследование. Повторно можно прийти примерно через два месяца. На самом деле впечатление очень хорошее. Да, это в первый раз у меня было. Я думал, что это очень страшно на самом деле. Но когда я уже лег, и у меня начали брать кровь из вены, я понял, что ничего в этом страшного нет. И я даже веселился с ребятами. И было очень весело. Кстати, каждый донор единовременно получает 620 рублей, а также справку на два дня отгулов. Но если сдать кровь 40 раз, можно получить звание почетного донора России, которым положены многочисленные льготы. От бесплатного проезда на общественном транспорте до 50% скидки на оплату коммунальных услуг. Но все же самое главное в донорстве – это помощь тому человеку, которому кровь жизненно необходима. Донор переводится слово «дарить». Значит, человек дарит свою кровь во имя спасения. Очень много заболеваний, где она нужна. Это заболевания крови, онкология, операции все проводятся тоже с применением или плазмы, или красной крови, ромассы. То есть люди должны друг другу как-то выручать. Вреда от сдачи крови нет. Однако желающих стать донором, по словам заведующей, с каждым годом все меньше. И в целом ситуация только ухудшается. Как отметила Нина Сидорова, донорство так же, как и кровь, должно обновляться. И важно, чтобы именно молодое поколение приходило на станции переливания. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.